Дягилево На посадку зашли сразу три борта КНР. Инженеры или пилоты неизвестно. Представители самой делегации сказали так. Пока секрет. Здравствуйте, уважаемые друзья. Приветствуем вас на Рязанской земле. Надеемся, что время, проведенное здесь, останется у вас в памяти навсегда. А также вы проведете его с пользой и с удовольствием. Со стороны КНР ожидается больше всего участников. 300. Плюс техника, которая будет размещена здесь же, на аэродроме Дягилева. Работа проведена, конечно, колоссально. Но все проблемные вопросы решены. Я думаю, что все у нас пройдет хорошо и, самое главное, безопасно. Участники будут размещены в гостиницах города Рязани. Комфортное проживание. Я думаю, участникам понравится. На следующий день, 25 июля, прибывают последние члены команды из Китая. А 26 числа вся команда из Казахстана. 114 человек, из которых 36. Экипажи «Авиадарца-2019». Лучшие летчики своих стран в возрасте до 35 лет и в должности до командира звена включительно имеют возможность поучаствовать в данном конкурсе, показать свое мастерство и воздушную выучку. Участники будущего «Авиадарца» сразятся в семи номинациях. Авиация истребительная, штурмовая, дальняя, бомбардировочная, военно-транспортная, а также армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах и армейская авиация на боевых вертолетах. Российская Федерация всегда заявляла участников во всех семи номинациях. Другие страны традиционно Китай, Беларусь и Казахстан лишь в нескольких. В 2019 году впервые иностранные участники задействованы во всех номинациях. Напомним, «Авиадарц-2019» пройдет на полигоне Дубровича. Церемония открытия состоится 5 августа в 10.00. Красочное шоу «Авиамикс» будет проходить 10 августа с 10 до 12 часов. 17 августа состоится церемония награждения победителей. После этого будет выступление пилотажных групп. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».